Этот фильм не искусствоведческий анализ, не повесть о жизни. Это точка зрения одного из свидетелей творческого пути выдающегося художника нашего времени. Картины Николая Деменовича Грязука часто вызывают противоречивые реакции. От восхищения до недоумения, ибо очень сложен путь восприятия современного искусства. Часто жизнь подобна детективной истории, неожиданный финал и необъяснимость его причин. Сюжет приобретает особую остроту, если речь идет о значительной личности, судьба которой полна катаклизмов. Особенно это касается жизни художника, предопределенной высоким накалом его эмоций. Даже самое великое искусство не дает ответа на вопрос о тайнах бытия. Лучшие творения, быть может, приоткрывают путь к этому пониманию. Творческое наследие Грязука позволяет внимательному и чуткому зрителю ощутить особый драматизм человеческого существования. И, быть может, стать немного терпимее и мудрее. Если вы когда-нибудь мечтали узнать о жизни на другой планете, смотритесь в живопись Николая Грецюка. Это фантастический, неведомый мир, которому, как и всякой живой природе, свойственна диалектика, развитие, конфликты, борьба, любовь, ненависть, рождение и смерть. Иногда его картины требуют длительного изучения изображения. Необходим пристальный оптический анализ, чтобы рассмотреть эту незнакомую жизнь, по сути, подобную нашей, только страшнее и радостнее, мучительнее и ярче. Но начинал Грецюк на нашей земле. На нашей земле испытал он весь драматизм жизни, выраженный в его работах. Его ранние пейзажи изображают хорошо знакомый мир и совершенно соответствуют обычному смыслу вещей. 24-летним лейтенантом, прошедшим войну, Грецюк поступил на художественное отделение Московского текстильного института. Он добросовестно осваивал ремесло, выделяясь только обилием работ и интенсивностью своих занятий живописью. Длительный и мучительный путь поисков сотни работ. Почему обостренное чувство жизни привело к такому необычному результату от привычной и всем понятной формы изображения до фантастического мира драматизированной реальности? Внутренний мир художника чувствительней и восприимчивей, чем у других людей. Талант видит и умеет показать вещи, недоступные обычному человеку. И это новое видение требует новых, необычных способов выражения. Городские сюжеты для Грецюка были поводом выразить свое мироощущение. Ускоренный городской ритм, звуки и краски дня формировали в сознании экспрессивный образ динамики жизни. В начале легко угадываемые детали улиц постепенно уподобляются мелькающим цветным пятнам. Предметы перестают фиксироваться, создавая лишь впечатление движений, теряя привычные контуры и как бы проносясь перед взором. Исчезает конкретность. Фантазия порождает замысловатые композиции, где городские очертания лишь угадываются. Сегодня зритель подготовлен к восприятию раздробленного изображения. В музыкальных клипах реальное действие разбито на очень краткие фазы, каждая из которых в отдельности лишена смысла. На экране мелькают части лиц, детали фигур и нераспознаваемые элементы пространства. Совершаются немотивированные поступки. Логически связать в одно целое это невозможно. И только в сознании зрителя возникает некий музыкально-изобразительный образ. Так и в беспредметных композициях Гритюка представлена воспаленная материя, составленная из осколков бытия. Несомненно, у Гритюка было свое особое миропредставление. Слишком убедительно его творчество, слишком последовательно его эволюция. Но он никогда не высказывал своей философии. Его мироощущение целиком переносилось в творчество. Здесь была его стихия. Здесь он давал волю чувствам и воображениям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великий авангардист Василий Кандинский, один из основоположников абстрактного искусства, описал свой путь во многом подобный творческим поискам Гритюка. Низкое солнце плавит весь город в один кусок, звучащий как труба, сильной рукой потрясающей душу. Мне открылись новые миры. Все мертвое дрогнуло и затрепетало. Все явило мне свой лик, свою внутреннюю сущность, тайную душу, которая чаще молчит, чем говорит. Этого было достаточно, чтобы понять всем существом, всеми чувствами возможность искусства, называемого ныне, в отличие от предметного, абстрактным. В живописи есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы создать новый мир, который зовется произведением. Предложенное мною мирило совершенство обладает той слабой стороной, что оно бездоказательно, особенно в глазах тех, кто не способен углубляться в неизмеримость содержания. Легкий звук, чистый свет, ясность сознания – это все идеал покоя и счастья. Но только идеал. Хрупкий, как все идеалы. Великие художники всегда изображали драматизм жизни, даже трагическую сущность ее. Достоевский, Толстой, Бах, Рембрандт. К радости через страдания. Но часто жизнь – только стремление к счастью, а не его достижение. В драматизме выражена диалектика природы, а значит, красота и величие жизни. В его мастерской всегда царил праздник. Праздник найденных и воплощенных идей. Идеи, реализация которых давалась выжженной душой, иногда мучительной немотой. Что может быть и было интуитивным предчувствием возможности построения своего мироздания? Наверное, не случайно в мастерской, где Грецюк работал над своими произведениями, звучала классическая музыка. Быть может, в своих работах художник притворял свойственные классики возвышенный дух, в совершенство гармонии и величайшую глубину человеческих переживаний. Его внешность и поведение как бы не соответствовали стилю его живописи. Сдержанность, ироническая немногословность скрывала величие души и застенчивую благодарность дружелюбию. Каким бы испытанием не подвергала его жизнь, ей не удалось сделать из него ни циника, ни ремесленника, ни рвача, ни равнодушного статиста. Скорби и печали многоликого нашего мира находили в его детской доверчивой душе самый сострадательный отклик. У Шекспира есть удивительные строки из вещества того же, что и сон, мы сотканы. Из чего же соткан сон? Из чего-то неуловимого и невысказанного, легко меняющегося вне нашей воли, зависящего от состояния души и внешних впечатлений. Сон соткан из наших убеждений, вкусов, желаний, фантазий, а это все только дух, который и определяет нашу сущность. Но как это все выразить? И можно ли все это передать? Часто нам просто не хватает слов. И вот мы приблизились к одной из тайн искусства. Только искусству доступно выразить невыразимое, подобно тому, как музыка в абстрактной образной форме выражает мощные идеи, непередаваемые словами. Так и живопись выражает таинственные, необъяснимые, но совершенно реальные и сильные человеческие чувства, минуя предмет, минуя узнаваемой формой. Экспрессивная условность изображения на картинах Грицюка, отрываясь от предметной определенности, превращается в абстрактный мотив, беспредметную картину, передающую самоощущение человека в диком, цивилизованном мире. Цвет, тон, фактура, штрих, ритм приобретают значение ничуть не меньшее, а иногда и большее, чем сюжет. Диапазон переживания Грицюком мира широк. В его композиции заключено и светлое мировосприятие, и напряженно-драматическое, и трагедийное, а часто даже апокалиптическое. В фантасмагорическом потоке творчества настойчиво звучала зловещая тема судьбы. Горько говорить о смерти художника. Не принято говорить о том, что он свел свои счеты в жизни. Будто это позорно и стыдно. Но уходы из жизни – это еще и свойство самой жизни. Трагическое свойство. Как много великих творцов так закончили свою жизнь в расцвете таланты. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуй, достаточно очевидно, что жизнь художника должна быть объяснена из его творчества, писал психолог Карл Юнг. А не из совершенства своей натуры и не из личных конфликтов, которые представляют собой лишь прискорбные последствия этого факта, что он художник, то есть человек, который несет более тяжелое бремя, чем простой смертный. Его жизнь переполнена конфликтами, ибо в нем борются две силы – обычный человек и беспощадная творческая страсть. Отсюда проистекает то обстоятельство, что личная житейская судьба многих художников неудовлетворительна и даже трагична. Очень редко встречается творчески одаренный индивид, которому не пришлось бы дорого оплатить искру Божию свои необычные возможности. Картины Гритюка – это пляшущие звезды. Они выразили только малую часть той стихии, которую он носил в себе, той бури, носить которую в себе уже не было сил. Его работы – живая плоть, пылающие чувства, выраженные открытым сердцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова